Нобеля Рустамян Я больше в футболе разбираюсь, чем Федун Это раз, это в ответ на ваш провокационный И что касается Что касается ситуации С Бердыевым То Бердыев Сейчас в Спартак, знаешь бы, почему и не пошел И Федун бы его почему не пригласил Потому что тоже есть такая информация Потому что с теми игроками С теми игроками, которые сейчас есть в Спартаке Вот, и Бердыев бы Те задачи, которые перед ним ставились Он бы не смог решить, и он бы это сказал Игроки в Спартаке хуже, чем в Ростове? Да, в Ростове они есть Нобель, если бы он не пригласил тех людей Которые у него были Так он бы этих же и мог позвать в Спартак Сейчас он после того, как они Лигу чемпионов Нет, сейчас нет Я говорю тогда Нобель, а разговор-то идет о чем? О теперешнем времени? Вот сейчас бы Да, но неужели бы он не позвал других игроков? Да, поэтому Сибердыев пойдет в Спартак А всех этих игроков, которых он себе Взял в Ростов И там, предположим, они сейчас первое место Займут, он их бросит, да? Или же поведет Спартак, да? Нет, но есть другие игроки Не надо... А, вот так, да? Подожди, а как он будет смотреть в глаза Этим людям, которых он пригласил В свою команду, а потом сбежал с нее? Никто никуда не сбежал Он работает Мы же не говорим о решении Бердыева Мы спрашиваем, на ваш взгляд Вы бы стали Стоит владеть за Спартака В принципе, вновь бороться за Бердыева Не надо Не надо Нет Вот и пишут нам болельщики тоже Я бы на месте Бердыева не пошел Спартак, чтобы не запороть себе карьеру Дмитрий Воронеж То, что Бердыев может отказаться, это понятно Он человек свободный Я говорю о том, что сейчас происходит в голове У владельца Спартака Ну вот, Александрич и ответил Все, лучше не надо Дожили, Спартак превратился в крепкого середника Вместо того, чтобы бороться за первое место У себя дома отбираем очки Мордовии Если я все-таки Спартаке играл, да? Да, конечно Бердыев в Спартаке не играл, правильно? Нет И я никогда не буду сравнивать Бердыева с Бесковым Потому что разное совершенно понимание футбола И философия футбола Ко мне ближе, ближе все-таки Бесковский футбол Ну понятно Вот, а не Бердыевский Вот почему я бы Бердыева не пригласил Понимаешь? Все, разъяснили А пригласил бы того тренера, который бы смог вот этот Спартаковский стиль Вот, этим Спартаковским стилем Бердыевский стиль обыгрывать Оленичев может это? Оленичев сейчас пока мало времени, чтобы ответить По теперешней ситуации, вот как сейчас складывается с такими игроками Не может Что делать Оленичеву сейчас и что делать Оленичеву в Спартаке? Оленичеву ничего не надо делать У Оленичева есть контракт, он должен работать Вот, а если что-то произойдет, то это уже будет Фидун что-то делать Ну вот сейчас-то мы понимаем, что пять туров для Спартака По-большому превращаются в пустую формальность Да Седьмое, шестое, восьмое разницы никакой Да Ну, что делать сейчас Оленичеву? Ставить Пуцков вновь во всех остальных матчах? Конечно, я не знаю причин, по которым он так очень сильно оборону поменял На мой взгляд, если вот такой выбор у него, который он поставил сейчас Я бы после, ну вот как я это вижу, да После игры с Зенитом, тем более первый тайм провели хорошо, да Я бы все в обороне бы оставил бы, ничего бы не менял бы Просто обратил внимание на ошибки и провел соответствующую работу Сейчас, да И потом, да И потом, да, играя с Мордовием у себя на поле, да Как можно двухопорных полузащитников стать? Есть люди атакующие, ставь атакующих людей, пускай вам надо выигрывать, рвать эту Мордовию У нее проблемы есть и по игре, и вообще, и по финансам, и по всему И ясно, что они будут в основном на контратаках играть Тем более у них там и в обороне даже проблемы были Куда ты двухопорный? Что ты собрался защищаться, как ты играл в Санкт-Петербурге, что ли? Нужно, что вот это тоже непонятное совершенно решение Вот, а уж что в таком количестве поменять и вратаря, и поменять там трех защитников, да Вот, и вот такой вариант выбрать, который он поставил, да То, естественно, слабости в обороне, они были рано или поздно, они бы проявились Тем более, смотри, Брызгалов уже что-то никогда не играл, да И Пуцко тоже, да, выходит впервые Ну и что, и вот, и получили, а еще и проиграть могли Александр Викторович, вот сейчас на носу Сейчас, подожди, извини Какой бы гранат плохой ни был, да Но вот при таком раскладе, при таком раскладе, да Вот, он должен был решать и, и этот, играть, ну, в составе, да Указать ему на ошибки и пускай играет, да Если ты молодых выпускаешь, то ты должен тогда Мордовию вообще с той половиной поля не выпускать Ну ты ж не можешь это делать А так рисковать, и вот дорисковались Сейчас локомотив, какая бы ни была турнированная таблица Дерби, матч принципиальный, важный, много болельщиков придет Возвращать Камбарова, Макеева, Реброва, Граната Вот сейчас в игре с локомотивом, а Спартак играет с локомотивом, да Вот если тот состав будет, который с Мордовии, да То Спартак может проиграть и проиграть крупно Вот так, если будет другой состав, если другой состав будет, да То Спартак в этой игре на сегодняшний день не фаворит, а фаворит локомотив Продолжим после новостей Говорим спасибо Нобелю, который отправляется в невероятный телеэфир А затем и в Мадрид Будем звонить, Нобель, будь на связи с нами Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова